чехлы для паровоза готовы так теперь мне нужно вот смотрите да сейчас показываю вам показываю чтобы понимали чем я тут занимаюсь на досуге вместо того чтобы деньги зарабатывать так вот вам смотрите смотрите вот так смотрите так вот ужасно это все выглядит это шашлик 2 подлокотник 3 4 более-менее живые вот самый большой самый сгоревший водительский но фанерка обклею поролоном в принципе у меня доноры есть можно есть посмотреть на что так значит так это пассажирская но менее пострадала так она менее пострадала здесь жары поменьше было у меня есть на что смотреть то есть у меня есть донорская часть вот бока вот этот угол вот этот угол я все это извиняюсь восстановлю по имеющимся образцу вот это тоже не проблема вот проблема значит здесь бог нормальный здесь все нормально единственное что вот здесь вот видите долго что-то лежало никогда не кладите ни на одни сидения ничего иначе у вас будет вот такая беда это в 50 на 50 процентах случаев не восстанавливается то здесь надо парить поднимать паром или 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 короче или есть вае какие-то другие способы которых я не знаю так здесь у меня вот бок обезображенный но не не очень сильно вот за это больше всего я переживаю да я даже за подлокотники не переживаю это достаточно просто у меня на складе на втором этаже куча такого мусора есть это мебельный обычный мебельный поролон какая плотность ну наверное 20 какая-то все-таки наверное где-то 25 29 вот примерно так так но у меня примерно то же самое такой же мусор как вот этот у меня дофига дофига от мебельный про когда мебелью занимался у меня дофига осталось поролона который мне просто некуда девать как у матроскина с гуталином так у бабушки матроскина с гуталином из мультика в общем разгар раздербаниваю это все и восстанавливаю да ребята в 25 раз повторяю два много будет зрителю говорить что все в складках до ребята будет все в складках все будет складках потому что таковые сидения таков материал и такова желание заказчика все будет складках все везде все будет складках потому что человек хочет в свой douch мобиль а dodgy мобиль Напомню, дом на колесах Дом на колесах, ребят У них все там в складках Это американцы Все будет в складках, поэтому вот такое же будет Переднее пассажирское и переднее водительское сиденье Все будет в складках Потому что нужно, чтобы человек ехал за рулем И сидел в кресле Пил кофе Там, я не знаю, курил трубку Я не знаю, трубку мира Ездил по Америке В общем, понимаете, да, все будет в складках Все будет ужасно выглядеть Сразу предупреждаю, еще раз потом повторю, еще раз повторю, потому что не все смотрят видео, многие смотрят на перемотки, поэтому пропускают самые важные моменты, ну а потом начинают критиковать, почему все в складках. Да потому что, потому что это надо выкинуть на помойку, ребята, вот это все надо просто взять, выкинуть на помойку, даже поджигать не надо, не надо портить атмосферу, просто выкинуть на помойку, ну или утилизацию сдать, я не знаю, если по-современному сказать, поролон к поролону, металл металл, ткань к ткани. Что-то я не понял, столкнулся с разборкой сидения, ручка справа, а здесь что? Тоже ручка справа, они что, два абсолютно одинаковых сидения, что ли, поставили на машину? Судя по всему, да, потому что, когда я разбирал это сидение, я написал букву В, я так, честно сказать, и думал, что это В, я первое попавшееся, более-менее сохранившееся сидение разбирал, ну оно, ручка справа, значит водительская, и когда сейчас начал разбирать второе сидение, ну не разбирать, сейчас я это просто все буду ножом срезать, так ручка тоже справа. Оказывается, они вообще два одинаковых сидения с одним и тем же органом управления с одной и той же стороны, сидишь, ручка слева, в данном случае лицом к вам справа, то есть два водительских, охренеть. Но все равно я их подпишу, что вот это вот сидение спинка от этого сидушки, это от этого, чтобы так же комплектом все собрать. Я просто не думал, что они абсолютно одинаковые, так, а по органам управления снизу, а, а вот по органам управления снизу отличается. Смотрите, здесь ручка, соответственно, в этом месте, а там она в противоположном, вот жулики, вот жулики. Так, ну все равно мечу, мечу и делаю, и собираю, а это думал, что они разные, они вообще одинаковые, вообще не заморачиваются люди. Процесс разборки хочу вам показать, сейчас лампа выключена на лбу. Так, вот так, так это все ужасно выглядит, чтобы ужаснулся не только я, но и вы, чтобы тоже поужасались. Вот оно сидение, ребята, это сидение, это сидение от Доджа. Так, в общем, я даже чехлы не могу снять, они просто приклеены от огня по всему периметру, по площади, все заржавело до невозможности. Очень аккуратно надо с ржавчиной, чтобы столбняк не получить работать, не дай бог уколоться. Вот, вот на таких скобах, еще раз показываю, держится чехол, половина из них уже сгнила от ржавчины. Ну, где сгнило, где будет не хватать, я буду ставить обычные саморезы, потому что здесь просто нужно все это просто притянуть, чтобы это как-то держалось, и все, потому что это диван, здесь нет никакой особой натяжки. Так, и сзади, по бокам тут тоже весь поролон, вот этот вот, который прикрывает механизмы наклона. Ой, блин, он тоже весь сгнил, здесь была десятка, я его даже, может быть, где-то не буду ставить, потому что у них идет здесь просто голая ткань, а у меня с десяткой уже идет. Так что я думаю, что даже здесь и не надо десяткой восполнять все это дело. Сзади, соответственно, вот здесь все опоролонено, блин. Вот видите, когда дотрагиваешься до сидения, вот такое происходит, видите, это все масляное, и если дотронуться вот такой рукой до чехла, все капец чехлу, ребят, просто капец чехлу. Серьезная химчистка нужна будет. Поэтому вот это все собирать, это вдвойне сложнее, чем обычные чехлы натягивать на каркас, который никогда не подвергался огненной обработке. Вот, огненной обработке, поэтому не отправляйте свои аппараты в космос, иначе будет то же самое. Все, посмотрели ужас, а я буду дальше разбирать. Вот, огненной обработке. Вот так вот. Сейчас я это все потом подклею, будет вообще супер. Ну, а два придется мне полностью изготавливать. Поролон, блин, 25-й. Американцы, у них все нестандартно, у них все не так. Нет бы в миллиметрах. 25-й поролон. У нас 20-й, 30-й. У нас не бывает 25-го. У нас 20-й. У нас 20-й. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь, господа, хочу показать вам разницу. Прочувствуйте разницу. Посмотрите на это. Отпаренное парогенератором. И теперь смотрите внимательно, что получается. Как поролон сжимается от времени. То есть, смотрите, парогенератор просто творит чудеса. Видите, да? Сейчас я это сидение превращу вот в такое. Буквально за 3-4 минуты. Почувствовали разницу? А вот это я смог вытянуть из спинок. Сидушки, конечно, сохранились получше. Спинки сохранились похуже. Потому что огонь их лизал сверху и в бок. Так, это сидение номер 1 у меня, да? Да, номер 1. С которого я снимал крой. Здесь вот нужно будет вот этот угол восстановить. Здесь я сейчас подрежу, слажу за поролоном. Видите, как все колхозно, все делано. Это вот так обрезано. Это не... Не выпарен поролон. Это именно так обрезано. На заводе. Так, здесь одно дело. Это понятно. Видите, да? Симметрия ужасная. Ну, я сейчас как-то это восстановлю, постараюсь. Но, сразу говорю, идеально не получится. Потому что... Ну, скажите мне, хоть один человек. Это вообще похоже на автомобильные сидения? Которые выпускает завод. Это ужас. Может, они вообще самодельные? Я не знаю. Вы знаете, у меня такая вот только что мысль пришла, что взяли обычные сидения, сняли с них все, и сделали а-ля кресла из них. То есть, сами сделали. Кто-то, какая-то тюнинговая фирма, которая строит дома на колесах, вот, возможно, она и забабахала такие сидения. Потому что здесь видна мебель, рука мебельщика. Здесь видна рука мебельщика. Здесь нет руки автомастера, который делает перетяжку салонов. Здесь все по мебельному сделано. Видите, да, нигде ничего толком не склеено. Ну, мебельщик работал. Так, а здесь, значит... Сейчас поправлю. А здесь мне, конечно, побольше придется помучиться. Блин, вот так хорошо стоял. Вот. Так, значит, здесь побольше придется помучиться. Здесь я, знаете, как сделаю? Срежу до середины, ровно до середины, и сделаю симметричную деталь, такую же, как с другой стороны. Здесь вставлю кусок. Вот здесь тоже кусок вставлю. Здесь вставлю кусок и подрежу его ножом. У меня есть там толстый-толстый поролон. А может на слою. Вот. И здесь то же самое. Сейчас вот так вот вырежу по квадрату. Легче всего вырезать по квадрату. Восстанавливать легче. Потому что сам поролон, он имеет квадратную форму. То есть он абсолютно плоский. Допустим, 2 сантиметра, 3 сантиметра, 4 сантиметра. Если вот заниматься фигурной резкой, выкладывать фигурно вот это, это неправильно. То есть квадрат вырезал, вставили квадрат, обрезали его со всех сторон. Со всех сторон вот так обрезали, и все четко чики-пуки, как говорится. Ну, здесь, в принципе, у меня есть донор, на что посмотреть, как устроено то сидение. Также и это. Или вот с этой стороны можно взглянуть, и будет то же самое. Так, на... На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на этот сожрет там спина грызы сидят ждут вон они ждут вискос реки тикет вот такая куча хлама обрезков поролона и это еще не все что вы видите еще и на столе куча но я справился с поролоном я его восстановил ребята то есть мне в данный момент видео надо восстановить формы это ничего вот смотрите сюда что здесь творится а иначе никак нужно максимально повторить форму дальше я все это обтянул полиэтиленом завод обтягивает это тоже все полиэтиленом иначе просто поролона поролон он просто никак не скользит можете попробовать поскользить так значит теперь у меня встала такая такая задача как зафиксировать все это вот здесь по серединке потому что когда я не думал что настолько поролон сжался от эксплуатации я думал он поменьше жалко но он оказывается очень сильно потерял свои формы то есть он очень сильно по всем направлениям ушел вовнутрь вот мне нужно все это обклеить то есть мне центральную часть надо приклеить приклеить достаточно плотненько потому что если она не будет приклеена центральная часть я когда буду натягивать все это дело будет вот здесь вот волной везде здесь утяжка здесь утяжка здесь утяжка это понятно вот здесь будет волна на сидушки то же самое сейчас я думаю какой поролон не использовать по и вообще чтобы сформировать все это дело подлокотники я подготовил немножко по-другому клеил но это мое право главное что они в объеме одинаковые и в размере одинаковые так значит все начинаю сборку сейчас буду решать вопрос с центрами потому что теперь поролон еще раз говорил поролон сильно вздулся теперь я не знаю как центра приклеивать а утяжек не предусмотрено заводом изготовителем сейчас буду подклеивать наверное эту центральную ткань короче буду сейчас колхозить я в конце ролика раскрою тайну сколько ушло времени на перетяжку этих оля таких кавычках сидений подлокотника восстановление поролона и просто сборка ребят я в конце раскрою эту тайну подлокотники я вам честно скажу что подлокотники которые я изготовил лично сам где я делал сам поролон получились намного намного красивее намного лучше я вот их даже визуально вижу вы не видите но я их вижу они получились такие вот насыщенные насыщенные то есть такие вот ну новые а те которые старые подлокотники они немножечко такие дыхловатые у американцев совершенно другой стандарт измерений у нас не бывает 25 поролона у них 25 поролон я сделал из 30 тем самым добавив всего лишь по 5 миллиметров под тот же самый чехол но это супер как улучшила вид внешний вид подлокотников лучше они сгорели все да да вы скажете а почему то не добавил еще по пятерочке по кругу ребят поролон на сегодняшний день стоит бешеных денег просто бешеных денег давайте я вам раскрою тайну стоимости поролона в городе мошкаф так его называли арабы в средние века значит внизу у меня поролон пятерочка длина 45 метров внизу вверху вверху у меня поролон пятерочка длина 45 метров внизу 25 метров поролона десяточки обязательная комбинация пятерки и десятки так вот эти два поролона вот эти два рулона поролона 22 тысячи рублей ребята доставка 750 рублей 22 тысячи стоят два куска поролона 45 плюс 25 5 10 миллиметров понимаете да тут прибавь тут прибавь тут прибавь а что мне останется на заработок если я все прибавлю короче ребят вон там он сейчас буду собирать сидушка центр я приклеил без приклейки никак расскажу потом в конце ролика если не забуду как здесь тоже приклеена натянута как смог в общем поранился вчера немножко даже тут просто все ржавое обязательно берегитесь ржавчина ребята без столбняк но слава богу все нормально обошлось по про про вот такой вот водочкой обезжирился ребят это водочка знаете какого года не поверите двух тысяч второго года вот эта бутылка это двух тысяч второй год ребят двух тысяч второй год я ее держу для обезжиривания ран мне нужно у меня нет я имею как говорился чуть-чуть для обеззараживания ран ну а что делать это раствор спирта вот в общем поняли да в конце ролика я открою тайну сейчас у меня сборка еще несколько часов нервотрепки с этими сиденьями вот и надо приступать к работе благотворительностью надо заканчивать заниматься надо приступать к работе зарабатывать на работе деньги ну что ребята готовы к финалу вот это барахло из которого было сделано сиденье все сгоревшие в общем поролон ткань все было все сгорело все пол сиденья сгорела половина спинки сгорела так ну и сразу говорю вот то что получилось то есть были диванными креслами в складках изначально от завода-изготовителя так и остались диванными креслами в складках я предупреждал 25 раз что будет огромное количество складок так но в общем задача выполнена то что хозяин просил то я и сделал даже сделал лучше чем хозяин просил даже сделал лучше чем хозяин просил так теперь давайте раскрываю тайну значит материалы ушло неимоверно много порядка сейчас я вам скажу порядка 6 метров 6 погонных метров ребят 6 погонных метров остался при маленький маленький кусочек я угадал мне повезло поролон ушло примерно столько же что же 6 тире 6 половиной кого погонных метров я про погонные метры говорю не про квадратные пропагонные дальше самое дорогое это время сколько ушло времени на эти сидения времени ушло сейчас скажу времени ушло два дня по 8 часов это на шитье только на шитье и на восстановление поролона и на сборку ушло еще примерно 12 часов ребят 12 часов я только восстанавливал поролон и делал сборку сидения поролон вы видели в каком состоянии был поэтому идеально восстановить конечно у меня не получилось но я старался как мог то есть эти сидения а их ждала помойка на них на помойке оставили специально место то есть привозите ставьте это их место это место этих сидений место было на помойке я их восстановил к жизни они в идеальнейшем состоянии снаружи они просто новые а снутри уж как говорится часть нового часть старого часть клееного часть не клееного но самое главное я вырезал весь горелый поролон если бы я не вырезал бы весь горелый поролон они бы пахли горелым особенно когда будет тепло если печку в машине включить в горе вот этот сгоревший поролон сгоревшая машина начинает очень сильно вонять ребят наверняка кто-то сталкивался с горелыми проданными купленными машинами то есть они воняют там от запаха избавиться невозможно вы меня надеюсь понимаете в общем я сотворил чудо за три с половиной рабочих дня сотворил просто чудо с этим барахлом уж извините я считаю что это барахло надо было новые покупать ставить перетягивать те же самые американские сиденья надо было купить новыми с какой-нибудь старой кожаной машины с какого-нибудь доджа шевроле я бы их перетянул бы сделал бы таким же воздушными было бы все супер но когда это чистый самопал чистый американский самопал вы видели да что там все склеено из мебельного поролона подлокотники сделаны просто из фанеры поролон в общем только каркас по моему заводской я думаю что это ободрали какой вот американца и сделали из них домашние кресла так сказать вместо передних сидений вот так что в принципе я доволен жал жалко потраченное время только жалко потраченное время заказчик будет доволен потому что он хотел именно так как вы сейчас видите то есть там где складки должны быть складки потому что это все должно оставаться диваном вы видите да я даже лучше сделал провал сидений чем он был потому что там на заводе у них все отклеилось я приклеил на совесть я приклеил на момент намазал с двух сторон швы развернул их и подождав нужное время все усадил усадил на место то есть они приклеены не по не по всей площади как на заводе они приклеены только по периметру чтобы собрать спинку я вынужден был на центральную часть приклеить еще и ковролин потому что если вывернув наизнанку я потом вот эти швы которые нужно клеить по периметру я уже их не разровняю здесь минимум утяжек здесь нет никаких утяжек здесь ничего нет то есть это просто в американском стиле сделанные сидения вот так что все супер всем пока